Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Вот несмотря на то, что эта Анжела у меня травмированная, градом их побила и они начали у меня портиться, но все равно я решила ее вам показать и описать этот сорт, потому что этот сорт очень интересный. Несмотря на то, что он выведен недавно, у него уже есть свои поклонники и многие садоводы его очень любят. За что мы любим, именно я люблю сорт Анжела Гигант, потому что он вот этот вот плод, вот этот плод у меня 800 граммов. Он успевает сформировать на улице и он успевает созреть. Вот сейчас первая декада августа, Анжела Гигант уже первые и вторые кисти созрела и если мы не будем брать во внимание, что их повредил град и что они немного как, ну как, пришли в негодность некоторые плоды, будем считать, что града не было. Значит вот первая декада августа, Анжела Гигант, вот такие 800 грамм, 500 грамм плоды уже можно снимать в открытом грунте в Сибирском регионе, заметьте. Потом. В интернете сейчас очень много различных данных, одни сайты пишут одно, другие другое. На одном сайте я прочитала, что сорт Анжела Гигант это тепличный сорт, именно для теплиц крупноплодный, среднеспелый. Но, так как я все сорта проверяю открытым грунтом, вот могу сказать, что в открытом грунте она тоже прекрасно растет. В открытом грунте вырастает, она не зря называется Гигант, Гигант не только плот, но и она сама. Вот в открытом грунте она вырастает в человеческий рост, метр пятьдесят, метр шестьдесят. В теплице может вырасти до двух с половиной метров, если ей позволят, ну, потолки, крыша теплицы. Плоды. В описании написано от трехсот грамм, вот в интернете я читала, до пятисот и до полтора килограмма. Это все действительно так, у нее триста, четыреста, пятьсот, восемьсот граммов. Вот больше восемьсот, у меня девятьсот грамм было, больше я не выращиваю. Для того, чтобы получить супер гигантские плоды, нужно формировать в один стебель, в один ствол и оставлять небольшое количество вот этих цветочных кистей. Тогда, естественно, плоды будут крупнее. Но я всегда формирую вот такие томаты в один и в два ствола, как получится. Если второй ствол вырастает, очень хороший такой, ну, толстый, я его оставляю. Восемьсот, девятьсот грамм, больше мне не нужно, потому что очень огромные плоды, за ним требуется большой уход, надо дополнительная подвязка. Представляете, полтора килограммовые плоды, они, конечно, сломают куст, обломят эти ветки, нужно им это сильно подвязывать часто их. Вот такая Анжела Гигант. Урожай, ну, как везде в описании, где вы будете читать, вы прочитаете, что она может вас порадовать не только вот такими огромными крупными плодами, но и большим урожаем. Конечно, урожайность зависит от условий выращивания. В открытом грунте, вот у нас в сентябре мы уже прекращаем всю эту деятельность, потому что у нас бывают первые заморозки, она до заморозков плодоносит и все. Потом она, конечно, прихватывается заморозками и погибает. Но если кто выращивает в теплице, то она плодоносит очень долго, но если она может вырасти 2 с лишним метра, это индетерминатный сорт. Плодоносит очень долго, до самой зимы, и урожайность у нее может быть рекордная, большая. Все зависит от того, где она будет расти. Если вы ей не помешаете, она даст вам очень много крупных плодов. Потом еще хотела сказать, ну, про то, что ее посынковать надо и подвязывать, это ясно каждому, что вот такие томатики, килограммовые, 800-граммовые, конечно, в подвязке нуждаются и нужно посынковать. Если вы посынки не будете удалять, она измельчается. Все. С вами была Ольга Чернова и вот этот быстренький обзор крупного сорта Анжела Гигант. Вот у меня в огороде этот томат в моей коллекции самый крупный. Вот она и нужный размер, который в инструкциях к ним, ну, как написано, что их можно вырастить, плоды получить до 1,5 килограмма. Сама я ни разу не получала, но я и не задавалась такой целью. Но 800-900 грамм они вырастают сами, без всякого усилия, в открытом грунте. Вот это вот Анжела Гигант из открытого грунта. Очень вкусный, сладкий, мясистый, крупноплодный томат. До свидания. Продолжение следует...